Итак, мы находимся на флешке, куда установили образ операционной системы Linux Lite, родственницы семейства Ubuntu. Рабочий стол здесь X-Face, мышка, крыска, кому как нравится. И будем сейчас все это дело устанавливать. На жесткий диск компьютера. Вот практически и все. Единственное, что я выберу, фон потемнее. Вот таким вот образом. Операционную эту систему любят очень многие пользователи, потому что она очень хорошо работает на стареньких десктопах, наутбуках и так далее, скажем так, со слабыми характеристиками. Ну, а на компьютерах, скажем так, средних или очень хороших, ну, она вообще, как говорится, летает. Итак, первым делом, значит, вот у нее есть установочный значок. Install Linux Lite. Вот по нему два раза кликаем и ждем реакции. Выбираем наш, как говорится, великий и могучий русский язык. Вот он, продолжить. Тут скачать обновление при установке, установить стороннее. Ну, мне, собственно говоря, все равно, но обновление, в принципе, да ради бога, вперед и с песней. Вот требует как минимум 6 гигабайт свободного пространства на диске, а у нас выделено 30, в 5 раз больше необходимого, так что тут нам волноваться нечего. Просто-напросто, немножко подождем, как он тут будет все это дело делать. Пока на паузу нажму. Выбираем другой вариант. Продолжить. То есть, как видите, вот принципы установки с флешки на жесткий диск компьютера, независимо от большинства операционных систем, они очень похожи и проходят одни и те же этапы. Ну вот, выбираем 11-й раздел. Все так же. Выбираем Extension 3. Выбираю я его как точку монтировки, как корневой. Ну и ждем. Наконец, кнопочку установить сейчас из обесцвеченной стала полноценной цветной. Можно еще раз вот посмотреть. Вот появился значок. Значит, ну все, ставим сейчас. Продолжаем. Продолжить. Выбираем часовую зону. Москва. Чтобы голова не болела. Ну, выбирается часовая зона. Теперь вы поняли. Если даже вашего города нет в списке, просто указывайте часовую зону, в которой вы находитесь. Вот и все. Здесь он предлагает выбрать клавиатуру. Ну, русскую, русскую. Тут даже он и имя пользователя предложил. Ну, пароли все равно я делаю везде. User. И входить в систему автоматически. Потом настрою, когда и пароль сделаю подлиннее. И для входа в систему, если понадобится, сделаю. Нажимаем продолжить. И началась, значит, установка системы. В течение которой там вы увидите самые разные картинки. И вам будут расписывать, чем же он там хороший и так далее. Ну, пока нажмем на паузу и дождемся окончания установки. Единственное, что меня порадовало, что они вот сразу включили программу SystemBug в свою сборку. Вот это вот мне, значит, понравилось от разработчиков. Потому что я считаю программу SystemBug должна стоять вообще на каждой сборке Линукса. Любого. Манджаро, Arch Linux и так далее. Замечательная программа. Программа закончила установку. И, так сказать, на русском языке вас спрашивают продолжить знакомство или перезагрузить. Я сейчас сохраню видеоролики и перезагружусь. Итак, я загрузился с жесткого диска. Ну, как видим, допустим, и меню там, и все остальное, хоть и устанавливал на русском языке, а получилось на английском. Ну, что ж, начнем разбираться. Зайдем в меню. И вот в поисковом окошке заведем три буковки. LAN, ну, он уже написан по-английски, правда. Поддержка языков. Language Support. Откроем ее и посмотрим, что же нам система сообщает. Ну, вот сообщение, что поддержка языков не установлена полностью. Ну, поэтому мы сейчас ей и нажмем кнопочку установить. И пусть устанавливает. Заведем парольчик. И вперед. Нам нужен русский язык здесь. Итак, обновление, значит, она закончила устанавливать. Теперь нам нужно русский язык поместить на одно из первых мест. Вот. И теперь нажать на кнопочку применить по всей системе. Apply System Wide. Вот я на нем стою. Вот нажимаю применить для всей системы. Опять завожу пароль. И пусть он себе, значит, там это применяет. На второе место я поставлю английский язык. Английский. Вот. А вот региональные форматы. Ну, я возьму английский, английский. Хотя бы, да берите русский. Вот. Я себе всегда выставлю. Вот пишет, что при следующем перезагрузке, значит, все это будет применено. Ну, давайте посмотрим. Вроде бы все, что необходимо, сделали. Ну, что. Ну, я возьму сейчас, поменяю фон рабочего стола. Тут вот кубики такие есть, неплохие. Затем, значит, я... В свойствах панели покопаюсь и... Посмотрю-ка ее... Вот, сниму блокировку панели. И перемещу ее наверх. Теперь снова могу ее закрепить там. Прозрачность. Альфа-прозрачность. Ну, там есть один нюанс, как ее настраивать, потом покажу. Ладно. Не столь важно. Что у нас тут такое имеется? Английский, русский. Так. Вот здесь мы тоже добавим... Не хочет добавляться. Не хочет добавляться. Ну, да ладно, ничего страшного. Значит, настало время перезагрузить компьютер. Итак, после логаута, значит, кое-что поменялось. Меню осталось, правда, на английском языке. А вот уже папочки появились на русском языке, как видите. Все, как говорится, здесь, что возможно было перевести на русский язык, было переведено. Ну, естественно, как говорится, не все там от и до, но тем не менее. Теперь посмотрим папочки. Папочки остались на английском языке. А вот после перезагрузки иногда могут, может быть предложено, кстати, в Linux Мин Цинамонии это замечал, что переименовать и папки на русский язык. Ну, посмотрим. Если для вас это столь критично, что музыка есть музыка, а видео есть видео, а документы есть документы, ну, вот единственное словечко, трудно запомнить в английском языке, значит, это downloads, загрузки и pictures, картинки. Вот и все. Ну, посмотрим. Ладно. Значит, это я делал logout, а теперь я попробую сделать полную перезагрузку. Итак, полная перезагрузка к изменению названий папочек не привела. Ну, ничего страшного. По крайней мере, как говорится, менюшка на русском языке. Большинство. И это тоже неплохо. Ну, добавим на панельку вишенку. Значит, дальше, что нам еще может потребоваться? Simple Screen Recorder у нас, по-моему, добавлял я его. Да, добавил. Ну, пока что, в принципе, и хватит. Так. Откроем. Вишенку. Сейчас ту программочку, как на конке менеджер, потому что я люблю видеть системную информацию. О том, что происходит, как загружен центральный процессор, оперативная память. Для меня это значение какое-то имеет. Значит, вот открываем терминальчик. Добавим, значит, вот репозиторий сюда. Заведем паспорт наш. Везде он у меня один и тот же для всех моих сборок. Enter просит нажать. Затем, значит, обновим информацию. Ну, и, собственно говоря, поставим сам конки менеджер. Здесь наберем ES. То есть, согласимся. К сожалению, вот эта вот команда, которая очень хорошо работает, в Цинамоне. Здесь она, насколько я понимаю, не работает. Ну, проверим. Да. Пишет неверная операция. Поэтому в Линк Слайд, вот эта вот команда рекомендаций, значит, она не работает. Ну, ничего страшного. Значит, ну что, давайте, значит, доводить дело до конца. Значит, запустим конки. Вот он он. И пока на первое время я добавлю его на панельку. И запущу. И запущу, там, например, вот такой вот. Теперь, значит, что сделаем. Пойдем ко мне на кладовочку. И вот здесь, из моей кладовочки на Меги, можно и на Гугл Хроме, и на Яндексе. Без разницы. Скачаем, значит, один файлик. Линукс Программы. Конки Рус. Вот. Даже вот этот вот скачаем. Конки Рус. Зип. Теперь их тут несколько. Выберем по дате. По-моему, самый последний. Да. 25 декабря. Вот, самый свежий. Не знаю, почему тут появляется. У меня, значит, они удалены. Ну, без разницы. Значит, сохраним. Где? Ну, в загрузках, конечно, в загрузках. Так. Ну, на этом я считаю, что тут можно уже будет. И выйти из Мозилы. Зайдем файловым менеджером. Загрузки. Вот сюда вот извлечем. Ну, собственно говоря, вот этот файлик. Ну, вот я вот так вот беру. Копирую. Ну, и теперь пойдем. Значит, вот здесь нажмем комбинацию Ctrl-H, чтобы были видны скрытые папочки. Хоум. Минук слайд. И ищем комки. Вот оно. Вот сюда наш комкирусы вставляем. Все. Теперь, значит, вновь запустим комки-менеджер. И посмотрим, увидел он у нас комкирус или нет. Вот что-то я тут не вижу. Вот оно. Так. Теперь, значит, пойдем в настройки. Прозрачность. Ну, сделаем полупрозрачный. Вот таким вот образом. Показывает, значит, сколько в корневой папочке. В папочке Хоум. Но они на одном разделе, поэтому цифра одинаковая. Значит, центральный процессор, загруженного с 17 на 19 процентов. Неплохо. И пока оперативная память загружена на 16 процентов. Ну, во-первых, я бы хотел посмотреть офис. Что у них тут за офис? Ну, вот первый раз он всегда долго грузится. Посмотрим справочку. 5.0.32. Ну, одна из самых последних версий. Ладно. Ну, вот смотрите. Второй раз офис будет грузиться быстрее. Раз. И готово. То есть он как-то там запоминает наиболее кратчайшие пути. И все, как говорится, становится нормально. Ну что, во-первых, в сборке 17.3 у Linux Mint Sonomon были проблемы с установкой загрузчиков. Вот давайте посмотрим, как здесь они будут ставиться или нет. Потому что, в принципе, это важно настроить меню загрузки. Посмотрим, насколько здесь это дело будет реализовано. Ну, наберем пароль. Ну, вроде бы, скушало. Ему приделать вот другой путь. Может быть, отсюда он что-нибудь там зацепит. Так. Заверем эту команду. Вроде бы, список пакетов читает. Желаете продолжить? Yes. Yes. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Программа работает долго, но вроде бы зацепила. Дальше. Еще раз делаем установку SuperBootManager. Пофиксим ее. Дальше. Пусть поднастроит там что-то пропавшее. Ну, и в терминале вот заведем эту фразочку. Запустилась. Ну, все прекрасно. Значит, эти две программы, они, так сказать, важны при настройке, особенно если у вас несколько операционных систем. Так. Ну, вот я уже вижу групп Кастомайзер. Добавлю его на панельку. Так. Система. Ну, давайте посмотрим. И SuperBootManager добавим на панель. Ну, и SystemBug, естественно. И Partition, ну, это сам Бог велел. И системный монитор. Эти программы, так сказать, всегда в ходу. Получается, скажем так, несколько перегруженное меню на верхней панели. Значит, ну что, панель, параметры панели. Вот здесь у нас есть такая приятная неожиданность. А вот можно еще взять и одну панель добавить. Вот и все. Высота строки, ну, сделаем где-нибудь там. Вот, 35. Так. Закреплять ее не будем. Внешний вид. Да, пока закроем, посмотрим. Вот она легко, свободно, как говорится, перемещается. Ну, в принципе, что? Что? Значит. Переместить. Загрузчик. Переместить. Загрузчик. SystemBug. Переместить. 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 Системный монитор. Переместить. То есть, вот такие вот вроде бы служебные программы. Значит, я вот сюда их беру и, скажем так, перемещаю. И здесь я могу эту панельку куда угодно, значит, засунуть. А могу, как говорится, и закрепить ее стандартно. Она уже, так сказать, так свободно двигаться не будет. Вот практически и все. Вот параметры этой панельки. Значит, высота в пикселях, там внешний вид и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Ладно. Пошли дальше. Что у нас еще обычно бывает, значит, вот такие вот три программы. Ну, первое, значит, я люблю ставить, давайте вот интернетом займемся. Пойдем вот сюда и в поисковой строке заведем Google Chrome Browser. Вот пусть она поищет. Попробуем поставить самую свеженькую версию. Вот оригинальный сайт Google Chrome. Скачаем 64-битную версию Debian. Так. Сохраним это в загрузках. И заодно посмотрим, как ставятся пакетики Debian. Значит, вот эти вот комки я просто за недадумностью теперь убираю. и поставим пакетик Debian'овский. Debian'овский пакетик поставим Google Chrome. Самая последняя стабильная версия браузера. Вот, нажимаем установить пакет. Заводим пароль. Заводим пароль. Заводим. Заводим пароль. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и поднастроим еще немножко клавиатуру... Тут я упустил этот момент... Настройки... Давайте посмотрим... Раскладка... Английская США... А мы добавим... Английскую Великобританию... США... Уберем... И добавим русскую... Таким вот образом... Альт-шифт будет... Переключение расклада клавиатуры... В принципе этого достаточно... Так... Тут все по-прежнему сидит... Поэтому мы ее уберем отсюда... А вот... Где запустить значок... Новые панели... Опять-таки раскладка клавиатуры... Ну добавим... Вот она красавица у нас здесь и появилась... И значки видны хорошо... И все что надо... Ладно... Значит... Ну что... Значит... Практически... Парольчики тут все у нас... Завелись... Все... Нормально... Так что... Основные такие настроечки сделаны... Броузер есть... Теперь... Значит... Поставим самые частые программы... Это... Значит... TeamViewer... Skype... Кладовочку на Мега... Ну... Я думаю... Этого будет хватить... Итак... Основные программы поставлены... Вот... Покажу еще... Пару нюансов... По... Панелькам... Как... Значит... Управлять... Их свойствами... Ну... Тут стиль прозрачный... Все это понятно... Вот... Параметры... Внижний вид... Вот... Видите... Вот эти вот... Кнопочки... Они все... Курсорчики... Или указатели... Заблокированы... Но если пойти вот сюда... В настройки... Посмотреть... Диспетчер окон... И вот здесь вот... Включить вот эту вот опцию... Включить... Эффекты... То вот... Теперь... Посмотрите... Допустим... Вот я... Делаю вот такой эффект... Навожу... Исчезает... Ну... Это наоборот... Часто редко бывает... А вот этот... Вроде бы... Не включается... Но если... Сделать сначала... Сплошной... Цвет... Затем... Вернуться... То вот... У нас... Значит... Появляется... Прозрачность... И посмотрите... Как получается... Все красиво... Как бы... В воздухе... Все висит... Дальше... То же самое... Можно сделать... И с этой панелькой... Вот... Посмотрите... Параметры панели... Все то же самое... Вот... Мы ее взяли... И убрали... Все как бы... Висит в воздухе... Хотя... Можете переместить... Как говорится... Там... В любое место... Которое... Вам нравится... Диспетчер... Клонки... Менеджер... Не был... Включен... Насколько я понимаю... В автозагрузке... Ну... Давайте... Посмотрим... У него... Вот такая вот... Опция здесь есть... Да... Вот... Чтобы он стартовал... При загрузке... Здесь... Значит... Сделаем... Длинные комки... Ну... Я думаю... Что этого будет достаточно... Ну... Итак... Программа получилась... На удивление... Легкая... Оперативки... Кушает мало... 17... Центральный процессор... 21... Но это... За счет того... Что сейчас идет... Программа записи... Вот посмотрите... Она в основном... Отнимает... Действительно... Он называется... Linux Lite... Легким... Простым... Быстрым... Потому что... Система... Очень... Экономно... Относится... К ресурсам... Компьютера... Хотя... Тем не менее... Основные программы... Значит... На нее... Ставятся... Интернет... Представлен... Хорошо... Есть... Значит... И... Дропбокс... И... Мегасинг... Есть... Значит... Скайп... Значит... Сделан... Литимьюер... Причем... Скайп... Я... Сдел... Поставил... Однооконный... То есть... Хорошей... Такой... Конфигурации... Где... Все... Как говорится... Дело делается... Скажем так... В одном окне... Вот... Один пользователь... Вот... Допустим... Там... Другой пользователь... Вот... Третий пользователь... И с каждым... Я смогу... Как говорится... Там... Пользоваться... И так далее... Значит... Ну... Что по себе... Хочу сказать... Линукслайт... Это... Во-первых... Одна из веточек... Убунты... То есть... Практически... Они все понимают... В терминале... Команду... Суда... Но... Сборка... Более... Легкая... И... Менее... Требовательная... К системным ресурсам... Поэтому... Даже... Где... Linux Mint... X-Face... Работает... Скажем... Не очень... Шустро... А... Linux Lite... Все-таки... Работает... Шустро... То есть... Для старых ноутбуков... Для старых компьютеров... Вот... Эта система... Как говорится... Выбора... Почему? Потому что... Быстрая... Работает хорошо... Поэтому... Могу... Рекомендовать... Практически... Ее... Многим... Значит... Ну... Желаю... Вам... Как говорится... Вот с ней... Значит... Ознакомиться... У меня... О ней осталось... Только... Самое приятное впечатление... Сборочку... Постараюсь... Конечно... Закинуть наверх... И попросить... Сергея Тимченко... Чтобы он сделал... 32-битную... Версию... Этой сборочки... Но... Порекомендовать... Могу... Вот именно... Пользователям... У которых... Значит... Вот... Имеются... Там... Проблемы... Там... С процессором... Слабенький... Там... Малооперативной памяти... Там... И так далее... Это сборка... Как говорится... Ну... Скажем... Выбор... И выбор... Значит... Очень и очень хороший... Вот... В данной сборке... Здесь практически... Ну... Что... Мультимедиа... Программа для записи с экрана... Уже настроенная... Видеоредактор... Видеопроигрыватель... Поисковик... Видеороликов... На трубе... По интернету... Значит... Тоже... Видите... Да... Два броузера... Мозилла... И Google Chrome... Хранилище... Значит... Мегасинг... Дропбокс... Ну... Яндекс... Обычно... Я через броузер... Просто делаю все... Скайп поставлен... Скайп простой... Скайп... Значит... Вот... Называется... Скайп тап... Когда все в одном окошечке... Тим Юер поставлен... Тоже... Хорошая программка... Позволяет... Управлять... Рабочим столом... Пользователя... И... Пользователи могут помогать... Друг дружке... Находясь там... Как говорится... В самых различных... Точках земного шара... Без разницы... Вот... Ну... Вот... В принципе... Все мои... Значит... Добрые слова... Linux Lite... Могу ее... Практически... Рекомендовать... Большинству... Пользователей... Ввиду... Простоты ее... Настройки... И... Установки... Единственное... Вот... В начале видеоурока... Я сам это показывал... Чтобы... Ну... Несколько там было проблем... Русификации... То есть... Вроде бы... Ставили на русском языке... А... Выскочило на английском... Ну... Как видите... Все... Легко... Как говорится... Устраняется... Ну... Ладно... Желаю вам... Всего самого доброго... Поздравляю всех... С наступающим Новым Годом... Всего самого наилучшего... Ну... А это... Считайте... Мой маленький подарочек... Вам... К Новому Году... До свидания... До скорых встреч...